Где можно отдохнуть, насладиться природой, это, конечно же, большой остров на Днепре. Остров Хортица. Остров большой, составляет где-то 24 квадратных километра. Такой вытянутый, длинный, находится посередине Днепра и... А, может не посередине Днепра, да. Ну, как бы, смотря как смотреть. На Днепре. Да. Прям в городе Запорожье, в моем родном городе. Як доехати? Добраться на Хортице, проще всего, конечно, машиной, но можно также добраться на маршрутке, которая идет одна, например, от вокзала Запорожье-1. И второй вариант, это улица Металлургов, там тоже можно сесть на маршруточку и добраться. Так как по острову особо не поездишь, вы приезжаете на определенную остановочку, а потом уже можно идти пешком, добираться своим ходом. В Запорожье вы можете, как и в любом другом городе, остановиться или в отеле, или в хостеле, или у родственников, в моем случае. И потом на маршруточке или на такси добраться до острова и там погулять. Мне кажется, что там даже был когда-то отель. Ну, не факт. Не факт. Может, это был просто ресторан Хортица. Чему туда надо поехать? Вообще интересно погулять. Интересно гулять по городу, но очень интересно погулять как раз по острову, потому что ты как бы и на природе, и не чувствуешь себя там прям в полном лесу. Но Хортица еще прекрасна тем, что там очень много растительного мира, там большой животный мир и птиц много. А еще есть на Хортице большой дуб, точнее это уже пень. В общем, этот дуб известен тем, что он очень большой, окружность его составляет 6 метров. И поговаривают, что именно под этим дубом сидели когда-то казаки и писали письмо турецкому султану. Конечно, он удобный, там практически диван. Поэтому все свадьбы приезжают и фотографируются возле этого дуба. То есть обязательно, если это запорожская свадьба, обязательно среди фотографий будет наш остров Хортица, будет Днепр-Эгэс, будет эта запорожская сечь и, конечно же, этот дуб. Ну вот мы из школы постоянно ездили в музей казачества. Там столько всего интересного. Старые-старые монетки такие, котлы, из чего когда-то ели казаки. В общем, много чего интересного. Поэтому приезжайте с палатками. Да, у нас забираются на Хортицу прямо в палатках и живут там. Но только не разводите костры, чтобы поберечь этот прекрасный остров. Постскриптум Так что обязательно, обязательно выйти в Запорожье, приезжайте на остров Хортица, погуляйте, зайдите в музей и останетесь с палаткой. А чего нет?